Теперь мы должны перейти к приемам и средствам, коими ведьмы пользуются в своем деле, прежде всего к тому, что они делают с собой и своей личностью, так как телесно переносится с места на место, а также иметь плотские непотребства с инкубами, присущие им, то мы будем иметь суждение о каждом случае в отдельности и, прежде всего, об их телесных перелетах. Здесь следует заметить, что объяснение этих перелетов представляет некоторое затруднение в связи с неоднократно упомянутым каноном, в котором сказано «Не должно также оставлять без внимания и того, что некоторые преступные женщины, совратившиеся с сатаной, становятся жертвами демонического морочения, верят и утверждают, будто они ночной оборой скачут на разных зверях с Дианой, языческой богиней или иродиадой и с бесчисленным множеством других женщин, и будто они проносятся таким образом в ночном безмолвии через необразимые пространства, повинуясь во всем велениям богини и т.д. А поэтому служители Божии должны проповедовать народу, что это сущая ложь, и что подобные видения вселяются в души верующих не силою Божественного Духа, но злого. Если же это и бывает, то сам сатана превращается в лица и образы различных людей, и плененные им души во время сна посредством своих чар уносят в некоторые отдаленные местности и т.д. И в этом смысле многие иногда открыто проповедуют, как святой Герман и еще другой человек, который в этом наблюдал свою дочь, что подобное совершенство невозможно и что это, как и вредительство людям, животным и хлебным злакам является игрой воображения. Это мнение уже в первом вопросе доказано как еретическое, потому что оно противоречит божескому попущению по отношению к власти дьявола и смыслу Священного Писания. Оно служит несоизмеримому вреду Святой Церкви, так как вот уже несколько лет ведьмы благодаря этому преступному мнению остаются безнаказанными, лишая возможности наказания их и светскую власть. Поэтому число их выросло до такой степени, что теперь нет возможности их искоренить. Пусть усердный читатель рассмотрит то, что приведено в опровержение этого мнения, а теперь примет во внимание то, каким образом они летают и какими средствами возможно это делать. И ответы на примеры, которые приводятся противниками. Итак, то, что ведьмы могут летать телесно, доказывается различными способами, прежде всего другими действиями чародеев. Ибо, если они не могут перелетать, это происходит потому, что или этого не допускает Бог, или этого дьявол не в состоянии сделать. Или это не свойственно живому существу? Первое возможно, так как если с Божьего попущения может случиться большее, тем более меньшее, но большее очень часто случается как с мальчиками, так как и со взрослыми. Как это ясно из случаев с праведниками и в благодати находящимися. Если спросят, случаются ли при помощи демонов подмены детей и может ли демон переносить с места на место людей, даже против их воли, то на первый вопрос нужно ответить утвердительно. Ибо Ивельгейм Парижский в последней части сочинения о Вселенной говорит, что при попущении Божьем демон может подменить ребенка и перенести с места на место. Такие дети всегда ужасно плачут, и молока четырех или пяти матерей едва ли хватало бы их накормить. Они нисколько не толстеют, но делаются необычайно тяжелыми. Из-за чрезмерного ужаса, какой они могут испытать, матерям этого не следует ни утверждать, ни отрицать, но указывать, чтобы они искали совета у сведущих людей. Бог же допускает подобное за грехи родителей, когда, например, мужья проклинают своих беременных жен, говоря «Хотел бы, чтобы ты черта носила» и подобное. Нечто подобное иногда произносят и несдержанные женщины. Очень много примеров имеется и о других, даже праведных людях. Так Викентий в Зерцале истории рассказывает со слов Петра Доминиана о пятилетнем сыне одного очень знатного человека. Мальчик, помещенный в монастырь, ночью перенесен был в закрытую мельницу. Когда на следующее утро его нашли там и спросили, он ответил, что кем-то был перенесен на великолепный пир, где от него потребовали есть, а затем сверху спустили его в мельницу. Наконец, что сказать о тех чародеях, которых мы обычно называем чернокнижниками, которые переносятся по сбозлуху демонами, часто в отдаленной местности. Они иногда уговаривают и других к тому, чтобы ехали с ними на лошади, которая в действительности не лошадь, а черт в ее образе. При этом предупреждают, что не следует разговаривать и ограждать себя крестным знаменем. Из нас двоих, пишущих этот трактат, по крайней мере один очень часто видел и встречал подобных людей. Так вот, в то время бывший учеником, а теперь священник фрейзенской епархии, который, вероятно, жив и до сего времени, обычно рассказывал, как он однажды телесно был поднят демоном на воздух и доставлен в отдаленную местность. Жив и другой священник из селения Обердорф, возле Ландсгута, бывший в то время его товарищем. Он собственными глазами видел полет, как тот с вытянутыми руками взлетел на воздух, крича, но не плача. Причина этого была следующая, как он сам рассказал. Несколько учеников отправились в пятийное заведение и уговорились, что тот, кто принесет пиво, не платит. И когда один из них хотел выйти, чтобы принести пиво, то, открыв дверь, увидел перед ней густой туман. Перепуганный, он вернулся и сообщил товарищам, почему он не мог принести пиво. Тогда тот, который летал по воздуху, возмущенно сказал, «Да если бы там черт был, я все-таки принес бы пиво». Он вышел и на глазах у всех полетел по воздуху. Конечно, нужно признать, что подобное может случиться не только с бодрствующими, но и со спящими, то есть, что они могут телесно перелетать с места на место. Это становится явным из примера людей, которые в сонном состоянии бродят по крыше домов из самых высоких зданий. Во время их переходов ничего не может им препятствовать, ни наверху, ни внизу. Если же кто-то из присутствующих окликнет их по имени, они тотчас падают на землю, как будто их кто-то столкнул. Многие полагают, что это совершается силою демонов, и не без оснований. Демоны между собой весьма различны. Некоторые, из низшего хора ангелов, кроме наказания и осуждения, которые они несут вечно, терпят еще наибольшее наказание, как бы за малые проступки. Они никому не могут навредить, по крайней мере тяжко. Но главным образом занимаются мороченьем, тогда как другие инкубы и суккубы по ночам наказывают людей или сквернят их грехом разврата. Поэтому нет ничего удивительного, если они занимаются и такими шутками. Истину можно вывести из слов Кассиана в его седьмом собеседовании, главе 32, где он говорит, у нечистых духов, без сомнения, столько же занятий, сколько и у людей. Некоторые из них, вторых, простой народ называет фавнами, лесными богами, а мы – призраками, которыми изобилует Норвегия, и привидениями. Бывают обольстители и шутники. Постоянно занимая известные места или пути, они увеселятся, мучая проходящих мимо, которых могли бы уловить в сеть. Но, довольствуясь только насмешкою и озорством, стараются скорее обеспечить их, нежели повредить. Некоторые только производят ночью безвредные кошмары на людей, иные бывают столь яростные и свирепы, что недовольствуются тем, чтобы жестоким терзанием мучить только тела тех, в коих вошли, но спешат еще напасть на проходящих вдали и поражать их жестокими ударами, которые описаны в Евангелии от Матфея, глава 8 стих 28. Отсюда мы можем сделать вывод. Нельзя говорить, что ведьмы не перелетают с места на место, потому что этого не допускает Бог. Если он допускает это, по отношению к праведным и невинным или к волшебникам, почему он не должен этого допустить по отношению к тем, кто всецело предался дьяволу? И со священным трепетом скажем, разве, как утверждает это Евангелие, дьявол не возносил нашего Спасителя, не переносил и не ставил его повсюду. Далее не имеет силы и утверждения противников, что дьявол не может делать чего-либо подобного. Как было уже доказано, он имеет такую естественную силу, которая превосходит все телесное, и никакая земная сила не идет с ней в сравнении, согласно словам, нет на земле подобного ему и т.д. Люциферу присуща такая естественная власть и сила, каковых нет даже среди добрых ангелов на небе, ибо он превосходит естественными силами всех ангелов. Естественные силы через падение в нем не уменьшились, он лишился лишь сил, дарованных по благодати. Первые до сих пор в нем остаются, хотя помраченные и связанные. Поэтому Иглоса по поводу указанных слов говорит, нет иной власти на земле и т.д. Так же говорит, если он все превосходит, покоряется, однако, заслугам святых. Не имеет силы и два других возражения. Первое, что душа человека может противоборствовать, и что Святое Писание, по-видимому, говорит об одном, именно, Люцифере. В единственном числе, это он искушал спасителя в пустыне и соблазнил также первого человека. Но теперь он связан. Другие же демоны не имеют такой силы, так как он превосходит всех, а следовательно, они не могут переносить дурных людей с места на место. Возражение не имеет силы, прежде всего поговорим об ангелах. Низший ангел, вне всякого сомнения, превосходит все человеческие силы. Основания для этого можно черпать из многого. Во-первых, духовная мощь сильнее телесной, так как мощь ангела или даже души выше телесной силы. Во-вторых, относительно души. Каждая форма индивидуализируется материи и ею определяется. В таком положении теперь находится и душа. Нематериальные же формы абсолютны и интеллигибельны, вследствие чего они имеют абсолютную и большую общую силу. Поэтому душа, связанная материи, не может быстро ни перенести свое тело с места на место, ни поднять его вверх. С Божьего дозволения она могла бы это сделать, если бы отделилась от материи. Но все это вполне может осуществить нематериальный дух, как, например, ангел, добрый или злой. Так добрый ангел в мгновение ока перенес Аввакума из Иудеи в Халдею. На этом основании можно сделать вывод. Люди, которые во сне по ночам ходят по высоким зданиям, делают это не благодаря силам их душ, не под влиянием небесных тел, но благодаря какой-то высшей силе, как это было выяснено выше. В-третьих, поскольку телесная природа создана так, что в отношении места она движется непосредственно природой духовной, то как локальное движение есть первое из движений, то все тела, включая и небесные, движутся духовными субстанциями, сообразны их природе и воле. Способ же полета такого. Ведьмы приготавливают мазь из сваренных частей детского тела, особенно тех детей, которых они убивают до крещения, по указанию демона намазывают ей какое-либо седалище или палку, после чего тот чажа поднимается на воздух. Это бывает и днем, и ночью, видимо и невидимо, так как демон может посредством одного тела скрыть другое тело. И хотя демон пользуется такой мазей и многим другим, в этом роде с целью лишить детей благодати, крещения и спасения, однако он может действовать и без мази, когда он переносит ведьм на животных, которые на самом деле не животные, а демоны в их лице. Иногда же ведьмы перелетают без всякой внешней помощи, невидимо действующей силы демонов. Расскажем здесь об одном видимом дневном полете. В городе Вальцгуд на Рене в Константской епархии некая ведьма, сильно ненавидимая всеми горожанами, не была приглашена на празднование одной свадьбы, тогда как почти все горожане присутствовали на ней. Возмущенная ведьма решила отомстить, призвала демона и рассказала ему причину своего горя, прося его, чтобы он наслал град и таким путем рассеял всех участников свадебного поезда. Демон согласился и поднял ее на воздух. Она полетела по воздуху горе, находившейся вблизи города. Ее полет видели некоторые пастухи. И так как потом она созналась, не было воды, чтобы налить в яму, таким средством они пользуются, как потом будет доказано, чтобы вызвать град. То вырв яму, она налила туда собственной мочи вместо воды и в присутствии демона по принятому обычаю размешала пальцем. Тогда демон вдруг бросил эту влажную массу воздух и наслал град необычайной силы, но только на празднующих свадьбу горожан. Когда горожане были рассеяны таким образом и затем начали взаимно обсуждать причины такого явления, ведьма возвратилась в город, вследствие чего подозрение еще больше усилилось. Когда же пастухи рассказали, что не видели, подозрение выросло до крайних пределов. Она была схвачена и сожжена. Так как слух о такого рода полетах доходит даже до простого народа, то нет необходимости приводить здесь другие подобные случаи. Достаточно одного этого против тех, которые такого рода полеты совсем отрицают или пытаются утверждать, что они бывают лишь в воображении и фантазии. Если бы только они оставались в своем заблуждении, это был бы пустяк. И не стоило было бы обращать на это внимание, если бы их заблуждение не шло в ущерб вере. Но они, не довольствуясь одним заблуждением, не боятся внушать его и проповедовать к умножению ведьм и поруганию веры. Уверяет, что всякое колдовство, которое принято считать по праву как дело демонов, только воображаемо и иллюзорно, и должно считаться безвредным. В силу этого, к величайшему посрамлению Творца, ведьмы пребывают по большей части безнаказанными, и число их необычайно растет. Если ссылаться на главу канона, что ведьмы делают перелеты только воображения и фантазии, то кто будет так неразумен, что станет отсюда делать вывод, что они не могут перелетать и телесно? Как можно из конца этого канона, где утверждается, что верящий в то, что человек может превращаться в лучшее или худшее состояние, или переменять свое лицо, должен считаться за язычника и неверного? Как можно из этого делать вывод, что люди, чародейством, не могут превращаться в животных или из здорового состояния быть превращены в больное, из лучшего в худшее? Человек, считающийся лишь оболочкой со слов канона, идет против духа всех святых отцов и даже против духа и смысла Священного Писания. Отсюда вытекает многократно противоположное, как то показано во многих местах этого трактата, потому надо обращать внимание на внутренний смысл этих слов и внушать священникам необходимость проповедовать народу, что ведьмы именно летают так же и телесно, как и фантазии, что открывается из их собственных признаний. И не только тех ведьм, которые были сожжены, но и так же и тех, которые, раскаившись, обратились к вере. Среди таковых была ведьма из Брейзаха. Когда мы спросили ее, только ли воображение они могут перелетать или так же и телесно, она ответила тем и другим способом. Если же почему-либо они не хотят летать телесно, то все-таки они могут знать, что делают их подруги на собрании ведьм. Тогда ими применяется такой способ. Ведьма, призывая имя всех чертей, ложится спать на левый бок. Из ее рта тогда исходит нечто в виде голубоватого пара, и она совершенно ясно видит все, что творится на собрании. Если же ведьмы хотят перелетать телесно, то тогда они применяют вышеуказанный способ. Далее. Если кто-либо понял этот канон буквально, без всякого выяснения, неужели он будет столь глуп, что будет утверждать, что все колдовские действия и порчи существуют лишь в фантазии, тогда как всем ясно, что они воспринимаются чувствами. Наконец, совершенно непригодны и примеры из легенд о святом Германе и других, так как весьма возможно, что демоны сами легли со спящими мужьями в то время, когда искали их жен, чтобы показать, что жены спали с мужьями. Чтобы не оскорбить честь святого, факт не утверждается, но случай приведен затем, дабы противоположное тому, что рассказано в легенде, не считать невозможным. Подобным же образом можно ответить и на все другие возражения, которые обычно приводят в пользу того, что ведьмы перелетают только воображение. В сочинениях ученых можно найти утверждение о том, что многие ведьмы перелетают так же и телесно. Кто имеет желание, тот может найти в книге Фомы Брабанского о пчелах. Много удивительного о перелетах людей не только в воображении, но и телесно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok